Продолжение следует... Во что обычному человеку очень сложно поверить. Это очередной выпуск нашего проекта. И сегодня вас ждет нечто поистине удивительное. Из архива НКВД удалось отбить этот храм и вернуть его православной церкви. Я немножко сейчас даже речи потеряла сейчас, батюшка. Это тот самый апостол и вот частичка мужчины. Да, и 12 апостол. Вот крайне опрометчиво было бы сейчас не окунуться мне в святой источник. Во всех. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте! Это святыня России с Маккарскими. Мы уже дома у себя в Сергиевом Посаде комментируем наши невероятные, удивительные путешествия по святыням России. В этом году мы успели снять всего 11 регионов. И, соответственно, с нами вы увидите только 11 серий. Ну и так как съемки начинались осенью, мы с Антоном разделились. Потому что детки пошли в школу, кто-то оставался с детками, а кто-то путешествовал. И, наверное, по моей активности вы уже поняли, что в этот раз в наше необыкновенное путешествие отправилась одна я. Да. И у нас уже возникла своя семейная традиция не рассказывать друг другу, куда именно мы отправляемся в путешествие. Да. Мы загадываем друг другу загадки и пытаемся отгадать, где именно мы находимся. Все вы прекрасно помните, как Антон блестяще завалил свои ответы по Воронежской области. Да. Зато в свою очередь, когда Антон загадал мне загадку песни в Ростовской области, я практически сразу же догадалась. Да. Ну и я, конечно же, провалила свою подсказку в Самарской области, потому что сразу было понятно, где я нахожусь. В этот раз совершенно особенный случай. Несмотря на то, что я снова загадала тебе загадку песни, даже если я спою ее тебе 10 раз подряд, ты все равно ни за что не догадаешься, где именно я была. Да? Да. Потому что это совершенно невозможно. И я практически сразу сказала тебе отгадку. Дети, готовы? Да. Да. Смотрим. Это я снимаю сейчас видео для Антона, чтобы он понял вообще, во что я одену сейчас, что здесь вообще происходит. И самое главное, где мы сейчас находимся. Ну а для своих любимых зрителей я могу сказать, я счастлива, потому что мы находимся в республике Мордония. Республика Мордовия. Мордовия – колоритная земля со своей неповторимой культурой. Мордовия является одним из главных центров финно-угорского мира. При этом большинство жителей республики исповедуют православие. На территории Мордовии находятся древние монастыри, ставшие местом паломничества для тысяч людей со всей нашей страны. Основное население – это русский и финно-угорский народ – мордва. Здесь очень развито машиностроение, металлообработка, на высоком уровне чугунолитейное производство и сельское хозяйство. К примеру, по производству яиц, молока и мяса крупного рогатого скота на душу населения, Мордовия находится на первом месте в России. Столица этого удивительного и ни на что не похожего региона – это, конечно же, город Саранск. Красотища какая! Я здесь уже бывала, но достаточно давно. Я проехала и прогулялась по городу с огромным удовольствием. И скажу вам вот что. Город стал значительно ярче, чем когда-то был. Появились фонтаны, всевозможные памятники, парки отдыха, да и вообще в городе стало просто светлее. Эти славные уточки, как мне кажется, изменения тоже оценили. Да, Саранск просто не узнать. С нашего последнего приезда с Антоном город вообще изменился. Он полностью преобразился. Построены новые здания, как-то стало очень чисто, уютно. Яркие дома везде какие-то. Но самое главное, что это же касается и храмов, и монастырей. Внимание! Более 400 храмов и монастырей за последние годы построено и восстановлено в Мордовии. Ну и я предлагаю уже начать знакомство со святынями с главного кафедрального собора Саранска, он же главный кафедральный собор всей республики Мордовия. Пойдемте! Итак, кафедральный собор в честь святого праведного воина Федора Ушакова. 62-метровый великан и прямо посреди столицы республики Мордовия. А ведь когда-то считалось, что на этой земле христианство ни за что не приживется, и местные народы так и останутся в язычестве. Кстати, наряд, который я надевала в самом начале выпуска, национальный костюм мордовских девушек, когда-то был олицетворением мордвинского язычества. Правда, сейчас это уже не так. Центральный храм Мордовии, можно сказать, сегодня венчает победу православия в этом регионе. И в истории, и в архитектуре, и, что самое главное, в душах людей, коренных жителей республики. Кафедральный собор Саранска очень молодой. Он установлен всего в 2006 году. Это как раз один из тех 400 храмов, построенных в Мордовии за последние годы. Собор невероятно красив. На радость не только республике, но, пожалуй, и всей нашей стране. Видно, что строили его большие мастера и золотые руки. У меня не покидает ощущение, что мы находимся в Санкт-Петербурге. Соборы в Саранске строили выходцы из Санкт-Петербурга. Обратите внимание на эту архитектуру. Ну, правда, это прямо в Санкт-Петербурге, да? В соборе меня встречал отец Виктор, местный священнослужитель. Он знает историю основания собора очень хорошо, поскольку сам когда-то был этому свидетелем. Он рассказал, почему в Саранске было решено построить такой величественный храм. И эта причина мне очень понравилась. Уникальный храм. Вообще, сама идея строительства этого храма, она возникла от того, что нашу республику, наш город впервые посетил святейший патриарх Московский в Сеярусии Алексей II. В 2000 году, по случаю двухтысячелетия Рождества Христова, было принято решение организовать богослужение на улице, прямо на Советской площади. На площади был собран народ, порядка 10 тысяч. И вот тогда светские власти задумались вместе с правящим архиереем по поводу строительства соборного храма. То есть, когда увидели, сколько верующих пришло встретиться со святейшим патриархом, было принято решение встретить такого большого собора. У главного собора города Саранска на самом деле есть одна очень значительная особенность – его название. Это единственный собор в нашей стране, да еще и кафедральный, который освящен в честь праведного воина Федора Ушакова. Конечно, меня заинтересовал этот факт, и я сразу расспросила батюшку об этом. Батюшка, а почему именно Федор Ушаков, а не кто-либо другой? Почему кафедральный собор Федора Ушакова? Федор Ушаков, он ведь не родился здесь, он родился в Северославской области. Но последние 10 лет своей жизни он провел именно здесь, на Мордовской земле. И здесь он, по сути, посвящал свою жизнь Богу. Появилась идея построить кафедральный собор в честь его имени. Тут после некоторого такого периода истории 90-х годов было некое разделение в умах, особенно молодежи, и уже начали задуматься о патриотическом воспитании. И вот Федор Ушаков, он как раз был такой фигурой, который мог бы послужить к объединению всех поколений. В храме святого праведного Федора Ушакова хранится крупная частица его мощей. А сами мощи хранятся тоже здесь, в Мордовии, в рождественно-богородичном Саноксарском монастыре. Я туда обязательно поеду, и там подробно остановлюсь на истории этого святого. Она очень интересная и заставляет о многом задуматься. Но это будет позже, а пока отец Виктор повел меня к главным святыням собора. Здесь их на самом деле плохо. Но меня всегда очень интересуют нетленные мощи. Это ведь невероятное чудо, и тут они есть. Здесь хранятся мощи священномученика Владимира Четверина. Это местный мордовский святой, пострадавший и просиявший во времена богоборчества. Отец Виктор рассказал свидетелями, какого чуда были те, кто эти мощи обретал. Мощи были нетленными, они были обретены уже позже его прославления. Через его, можно сказать, могилку, через его гроб, получается, практически. То есть сырость была, там источник пел, и некий ручей такой протекал. Но многие элементы даже одежды сохранились нетронутыми тлением. Сохранился нательный крестик даже. Вообще абсолютно прям свежий. Евангелие, которое обычно вкладывают священнику в руку и крест, Евангелие сохранилось нетленным. То есть священники, которые принимали участие в открытии мощей, открыли и читали Евангелие в это время. То есть то, которое было на его груди, было в руках у отца Владимира. Позже, в 2007 году, его мощи были перенесены в наш кафедральный собор и выставлены здесь на поклонение. Отец Виктор показал мне еще одну величайшую святыню, которой, по его словам, больше нигде в нашей стране нет. Ни в одном храме. Это образ святого Симеона Мироточивого, монаха, чьи мощи хранятся на святой горе Афон. Эта икона там же и написана. Он покорится внутри храма, но это вообще известная такая вот уже святыня. История такая интересная. Что из его гробницы произрастает сквозь храмовую стену виноградная лоза. Произрастает сквозь стену. Да, совершенно верно. Через стену произрастает. Сквозь стену, где-то вот в фундаменте практически. То есть вот внизу, под стеной, и выходит наружу. И там расцветает в полную свою силу. И вот плоды с этой виноградной лозы монахи собирают и предлагают паломникам тем, которые обращаются с собой просьбой к этому святому о даровании им чад. И икона была там написана, вставлена вот эта вот частица винограда и перевезена к нам. Такая святыня. У меня спрашивали девочки из Мордовии, писали, куда можно приехать, чтобы умолиться о даровании детей. Вот, пожалуйста. В Саранско. В соборе Федора Ушакова. Да. Под конец моего пребывания в соборе я неожиданно для себя удостоилась чести пообщаться с самим митрополитом саранским и мордовским, владыкой Зиновием. Светлым, добродушным пастырем, который подарил всей нашей съемочной группе иконы и дал наставление о том, чтобы мы обязательно вникли в историю мордовской земли и постарались глубоко понять самих мордвинов. Он очень трепетно говорил о местных жителях. Я бы даже сказала, с большой любовью. Здесь очень искренние люди. Здесь и язычество было искренним. И поэтому те трудности, которые возникли с новой верой для этого народа, они объективно понятны. И тем и значимей вот эта самая готовность сохранять свою веру уже принявши ее. И она нам показана в святых. Я чувствую, что меня народ воспитывает. Я, который назначен сюда для того, чтобы вдохновлять веру, но я все время вдохновляюсь этим народом, этой любовью. Вы не представляете, когда мы ездим в какое-нибудь село или в какой-нибудь районный храм. Какие глаза! Какие любящие глаза! Их нигде таких не увидишь. К сожалению, у владыки было немного времени для общения с нами. Он торопился в рабочую поездку. Поэтому, увы, мы довольно быстро расстались. Мы тепло попрощались, и я отправилась дальше. Следующий объект, который я хотела посетить, был Иоанна, Богословский храм. До строительства собора Федора Ушакова он являлся кафедральным. Именно поэтому эту церковь в народе любя называют Старым Собором. И это, кстати, и самое старое сохранившееся здание города и вообще всего региона. Найти Старый Собор очень просто. Он находится буквально в 150 метрах от Нового Кафедрального Собора. Иоанна Богословская Церковь, без сомнения, это настоящее произведение искусства. Красивейший памятник архитектуры, причем федерального значения. Росписи на стенах удивительные. Этот храм – самое намоленное место столицы Мордовской Республики. Любимая церковь многих поколений. Люди говорят, что это православное сердце Мордовии, что в этом храме собиралось в 90-е годы, когда народ стал возвращаться в храмы, 1200-1500 причастников, как это вообще возможно, как они здесь вмещались. И храм сам ведь с 17 века. Правильно? Я ничего не путаю? Нет, вы совершенно правы. Расскажите про историю православного сердца Мордовия, как говорят люди. Конечно. На самом деле этот храм является совершенно уникальной святыней, не просто достопримечательностью, а уникальной святыней благословенной Мордовской земли. Это не просто объект культурного наследия федерального значения. Этот храм, ну, знаете, говоря, наверное, простыми словами, это молитва десятков поколений людей, застывшая в камне. История этого храма была очень непроста. В 40-х годах этот храм закрывался, и в течение четырех лет здесь располагался архив НКВД. Но удивительный такой штрих в истории этого храма, что даже в те годы, в очень сложные годы, люди не побоялись и написали в правительство, более 600 жителей Саранска написали в правительство обращение с тем, чтобы храм был возвращен Русской Православной Церкви и открыт. И об этом есть историческое свидетельство, что именно в середине 50-х годов храм был открыт, снова передан. В 46-м году он был заново расписан, передан Русской Православной Церкви, и с тех пор этот храм уже более никогда не закрывался. И в 46-м году... В 46-м году храм был отремонтирован. Из архива НКВД удалось отбить этот храм и вернуть его Православной Церкви? Вот когда мы говорим... Теперь я понимаю, почему об этом храме говорят, что это Православное Сердце Мордовии. Конечно, конечно. Когда мы говорим о подвиге простых женщин, простых прихожан, тех самых белых платочков, о которых так очень много и трогательно говорится в нашей Церкви, вот именно эти люди не побоялись в то самое сложнейшее время и опасное время обратиться с письмом в правительство Советского Союза с тем, чтобы этот храм был передан Русской Православной Церковью. Более того, в этот храм была возвращена величайшая святыня благословенного Мордовского края. Это чудотворная Владимирская икона Божией Матери. Этот образ по историческим свидетельствам был принесен двумя старцами еще в начале 17 века. Был найден антиминс, датированный 1600 годом из того храма, где находилась вот эта вот икона. Это чудотворный образ, которому в течение всего времени существования притекали люди. Большое количество исторических свидетельств нам говорит о том, что люди получали исцеление, люди получали исполнение всех своих молитвенных прошений, о которых они просили перед нашей владычицей и заступницей, предпречистой Божией Матери. Была даже специальная книга, в которую записывались свидетельства об этих чудесах. Но после революции, она по понятным причинам, эта книга была утрачена. Вот этот момент очень запал мне в душу. Вы только представьте, я стояла у иконы, которая старше меня на 400 с лишним лет. Я просто стояла и смотрела на эту икону, буквально в прострации. Батюшка мне что-то рассказывал, мне нужно было как-то повернуться к нему, как-то отреагировать. А я стояла, как остолбеневшая, как будто попала в параллельное куда-то пространство. Я стояла, смотрела и думала, сколько таких людей видела эта икона, как я, как этот взволнованный батюшка, скольким людям уже эта икона помогла. И со мной что-то произошло в тот момент. Точно что-то произошло. А что, я не знаю. На сегодняшний момент вот эта удивительная память, духовная, историческая память народа, она сохранилась. И сегодня люди по-прежнему, как и 100, и 200, и 300 лет назад, приходят к этому образу. Обращаясь с молитвой к Пречистой Деве и прося у Пресвятой Владычицы Богородицы помощи, и молитва их всегда бывает услышана. Вот такие интереснейшие храмы и святыни находятся в столице Мордовии. Это было фактически только самое начало моего путешествия по этой республике, а я уже столько всего увидела. А дальше я отправилась в пригород Саранска, в село Макаровка. Там находится Макаровский Иоанна-Богословский монастырь. С этим монастырем у меня теперь многое связано. Сама обитель довольно немаленькая. Здесь есть и скиты, и святой источник, и даже православный детский лагерь. Макаровский монастырь – это совершенно необыкновенное место. И святыни там тоже интересные, я о них чуть позже расскажу. Но вот первое, что меня поразило, это потрясающий собор. Это главный храм монастыря. Ну как раньше строили? Ну как строили? Собор построен в самом начале 18 века, в 1704 году. Ну как так можно было строить? Ну чтобы такая была акустика. Я такого нигде не слышала никогда. Просто уникально. Я вообще ничего не делаю. Я просто... Вот самый тихий звук, который я могу сделать, естественный, Практически он звучит на весь храм, просто он разлетается. И это здесь все сохранено с 1704 года. Вот эти звуковые горшки, они сохранены оригинальные. Это очень редко бывает. Обычно такое замазывают, разрушают, и потом уже восстановить это категорически невозможно. Я вот представляю, когда во время литургии, когда все начинают петь, это же молитва просто пробирает до костей. И вот выйти из этого храма неошеломленным, неодухотворенным, не вдохновленным практически невозможно. В монастыре меня встречал его наместник, игумен Милетий. Он провел меня по территории обители и рассказал о том, что она была основана относительно недавно, в 1994 году. Но при этом образована она была на месте древнего Макаровского погоста, небольшого поселения, построенного здесь в далеком 1700 году. Поэтому и главный храм здесь такой древний. В конце небольшой экскурсии батюшка показал мне и святыни монастыря. И в итоге повел меня в скит, к особо почитаемой иконе. Это скит новомучеников и исповедников церкви русской XX века. Здесь, в этом скиту, меня снова настигло остолбенение. Оказывается, в этой обители хранится невероятная святыня. Икона с частицей мощей, которая в России встречается крайне редко. Это икона одного из 12 апостолов Бога нашего Иисуса Христа Иакова Алфеева. Я немножко сейчас... Даже дар речи потеряла сейчас, батюшка. Это тот самый апостол и вот частичка мощей, чтобы вот в Мордовии и вдруг такая святыня, которую мы еще не встречали просто нигде. Мое удивление наличием такой святыни в Мордовии легко объяснить. Ну, во-первых, это не просто икона одного из 12 апостолов, а икона с частицей его мощей. А во-вторых, хорошо известна история о том, что еще с 1857 года в храме Ризоположения в Москве на Донской хранился образ складень с крупной частицей мощей этого апостола. Но однажды складень был украден. И в итоге в России частицы святых мощей Иакова Алфеева остались лишь в четырех храмах. И вот одна из них теперь находится здесь, в Макаровском монастыре в Мордовии. Расскажите, пожалуйста, как она у вас оказалась? Здесь служил владыка Варсонофий, который сейчас митрополит Санкт-Петербургский, Ладожский. И этот скит, и другие скиты. Это, в общем-то, его идея. Ну и, конечно, он старался, какая святыня попадалась к нему в руки. Он как свою душу вкладывал в этот монастырь. Практически все иконы это его благодатных рук дело. Дальше отец Милетий повел меня к еще одной очень почитаемой святыне Макаровского монастыря. К месту упокоения старца Схерхи Мадрита Феофана, которого знает буквально вся православная Мордовия. Этот старец почил в 2013 году, совсем недавно, поэтому его очень хорошо здесь помнят. Батюшка Феофан был прозорлив, и Господь наделил его даром чудотворения и исцеления. Отец Феофан был уникальным человеком. Он был очень простым. И вот, наверное, по его простоте, по его молитвам, Господь его слышал. И те, кто приходили, они это чувствовали. Я очень многим говорю, так как сам это видел. В день бывало по 300-500 человек. Приезжали не только с ближайших областей, но и встречались, приезжали из-за границы. Я сам видел, как сюда некоторых приносили на руках, а через несколько месяцев я с ними встречался, я их не узнавал. Я был свидетелем, как однажды муж нес жену на руках, как ребенка. А потом, через несколько месяцев мы встретились, стали как-то общаться. Я спрашивал, а кто вообще рядом с тобой? А ты что, говорит, не помнишь? Я в прошлый раз нес ее. Я вообще не узнал. То есть вернулась на своих ногах поблагодарить батюшку Феофана. Ну, таких было сотни и сотни. Сегодня многие почитатели с херохимандриты Феофана убеждены, что канонизация старца не за горами. А пока силами прихожан на месте погребения был построен вот этот небольшой храм. Так сильно его любили и любят. Как сказал отец Милетий, к старцу и сегодня продолжают приезжать люди в огромном количестве. И случаи чудесных исцелений не прекращаются. Я под большим впечатлением. Этот монастырь обязательно нужно посетить. А еще сюда стоит переехать, потому что именно здесь, рядом с монастырем, буквально в километре от города, в тишине, в благодати, находится очень большой дом паломника. Комфортный, кормят вкусно, номера замечательные. И в нашем путешествии мы с нашей съемочной группой, конечно же, решили остановиться именно здесь. Ой, дом паломника. Как же нас там кормили. Как же нас... Вообще я хочу сказать, что о мордовском гостеприимстве надо делать отдельный фильм. Куда бы мы ни приезжали, нас везде совершенно потрясающе принимали и все время кормили, кормили, кормили. В один вечер у нас было три ужина. Я не шучу. Вообще особая тема, конечно, это продукты. Продукты в Мордовии. Вообще они там везде. Ты ездишь по дорогам, везде продаются фрукты, овощи, тыквы, тыквы везде, мед. Даже виноград есть. Меня батюшка даже виноградом кормил в монастыре. Хотя он не должен там вызревать, но он там есть. И, конечно, отдельная тема это трапезные в Мордовии. Потому что они иногда расписаны лучше, чем в других регионах храма. То есть роспись трапезных это что-то потрясающее. Вот особенно мне понравилась роспись трапезной по Игаровскому монастыре. Вот, кстати, туда мы сейчас и отправимся с вами. Главные святыни Саранска и его пригорода Макаровки мы посмотрели. И сейчас самое время отправиться путешествовать по республике. Первое место, куда мы решили отправиться это Пайгармский женский монастырь. Я ничего о нем не знаю. Но люди говорят, что там очень и очень интересно. Поехали. Итак, мой путь лежал в село Пайгарма. Полное название монастыря, в который я направилась, звучит так. Параскева-Вознесенский Пайгармский монастырь. Из столицы Мордовии добираться туда недолго. где-то 45 минут. Ехать можно туда разными дорогами, но я выбрала путь через город Рузаевка. И неспроста. С этим городом, точнее с его жителем, связана главная история Пайгармской обители. В монастыре она встречала насельница Людмила. Она рассказала, что эта обитель когда-то была очень большой. Помимо монастырских зданий, здесь была и церковно-приходская школа, и больница для военных, и приют для малолетних сирот, и иконописная мастерская. Но, увы, как и другие монастыри, в эпоху богоборчества Пайгармская обитель сильно пострадала и в итоге была закрыта. А началась история этого монастыря еще в середине 19 века. За сто лет до его основания, на месте, где сейчас находятся вот эти обустроенные купели, произошло событие с одним солдатом из соседней Розаевки, которая и послужила поводом для строительства обители. Мне правильно сказали, что мы сейчас идем в сердце монастыря, а сердце монастыря – это источник. В этом источнике была в 18 веке обретена икона. Розаевский солдат болел ногами. И, будучи в армии, ему подтвердили, что его болезнь неизлечена. В сонном введении ему явилась женщина необычайной красоты. Она сказала, что ты будешь здоров, но тебе нужно вернуться на родину, найти село Пайгарму, по правую сторону от села во враге найти источник, а в нем обретешь мой образ. Над ним поставь часовню, и с тех пор ты будешь здоров, никогда не будешь болеть ногами. Но он действительно исцелился, после введения вот этой женщины. И на тот момент врачи, которые находились, они консультировали в выздоровлении, и Сармин вернулся домой. Образ, о котором рассказала послушница Людмила, и который обнаружил на источнике Розаевский солдат, это чудотворная икона великомученицы Параскел. Именно она явилась служивому в тонком сне. Сегодня это один из самых почитаемых образов России. По молитвам у этой иконы сегодня происходит просто невероятное количество исцелений. Впрочем, как и на источнике, где этот образ был найден. А тот самый ключ, из которого испил вылечившийся солдат, находится здесь, прямо в часовне. Ой, какая чистая вода, даже видно, видно отсюда. Здесь освещается вода на Крещение Господне, на праздник престольный великомученицы Параскела. Потом вода эта вся расходится уже вот в эти домики, где люди окунаются. Окунаться в купели я не стала, о чем сегодня, честно говоря, очень жалею. Но воду из источника, конечно, попробую. А затем мы вместе с послушницей Людмилой отправились в храм, в котором хранится сама чудотворная святыня. Сама иконушка Параскева, она хранится в нашем храме, в Вознесении Господне, но не на всеобщем обозрении, а в алтаре. И поэтому попросим, чтобы батюшка ее унес. А теперь самое интересное. Оказывается, этот образ более 200 лет считался исчезнувшим. Вероятнее всего, он был украден. Но совсем недавно, в 2010 году, икона великомученицы Параскевы удивительным образом была обнаружена. Это совершенно уникальная, удивительная история. История второго обретения этой иконы, после которой, мне кажется, даже самый скептически настроенный человек, который не верит ни во что, возможно, впервые задумается о том, что он столкнулся с настоящим чудом. Судите сами. История обретения такова. Икону пытались незаконно вывести из России. То есть контрабандой. Один из представителей силовых структур на таможне обнаружил, заподозрил что-то неладное и не позволил этим людям вывести икону за границу. Он узнал, что это за икона, узнал, скаковано монастыря и вернул эту икону в монастырь. Так вот, у этого человека точно так же, как у того узайского военного, который в первый раз обрел эту икону, тоже была очень серьезная и страшная болезнь ног. А если быть точным, то онкология третьей степени рак кости. Он уже прошел курсы химиотерапии, всевозможные лечения и болезнь прогрессировала и уже дошла до третьей стадии. Ничего не помогало. После того, как он вернул икону в монастырь, болезнь полностью исчезла. То люди, которые знают, что такое рак кости, понимают, что это реальное чудо, что это практически невозможно. Точно так же напомню, как у того Розаевского военного, который, обретя эту икону, исцелился и у него тоже прошла болезнь ног. Ну, судите сами, насколько это может быть совпадением. Я могу сказать, что этот человек реальный, он живой, он большой начальник, очень большой начальник, которого мы не можем показать по телевизору. Я уверена, он и сейчас смотрит. Мы желаем ему крепкого здоровья и благодарим за такую необыкновенную историю второго обретения иконы. Такое чудо Господь явил на нашем благодетели. Помимо уникальной иконы великомученицы Пороскевы, в этом монастыре есть еще одна чудотворная святыня. Эта икона Божьей Матери благодатное небо. Она тоже старинная, но проявила себя только в конце 20 века. О ней рассказать мы попросили игуменю монастыря, матушку Ангелину. Она долго не соглашалась, стеснялась, но мы ее все-таки уговорили. Икону благодатное небо и еще как бы ее в праздонароде называют несущей спасением. Она была написана сестрами святой обители еще в 1800-х годах, а в 1997 году икона замироточила. Батюшка сестер помазывал и мальчик Спайгарма он не видел. И когда батюшка его помазал, мальчик прозрел. Это и в газетах писали как бы вот это чудо. Ну и мы как бы могли прикоснуться к святыне. Матушка, а иконы мироточила, а много мира было? Ну, с Божьей помощью как бы нормально как бы, потому что сестер было много помазали, и сестер 70 же было как бы, и поэтому все здесь были, и прихожане приходили из соседнего села, из Розаевки, Саранска, поэтому, да, слава Богу. благоуха алмаза. Да, да, да. Моё путешествие по Мордовии продолжается. Я уезжаю всё дальше от Саранска и еду теперь на северо-восток республики в Казанско-Ключевскую пустыню. Находится она неподалёку от города Ордатов. Названа пустынь так, потому что основана была на месте явления чудотворной Казанской иконы Божьей Матери. И должна сказать, что это действительно пустынь, совершенно уединённое место в стороне от цивилизации посреди раскидистых холмов. По пути в этот монастырь всем рекомендую заглянуть в посёлок Отяшево. Там совсем недавно был построен новейший величественный собор Андрея Первозванного. В общем, тут красивейшие места. Приезжайте, не пожалеете. Итак, сейчас мы едем в очень интересное место. Это монастырь, о котором даже не все монахи знают в Мордовии. Так вот, славится это пустынь не только тем, что там некогда была обретена икона Казанской Божьей Матери, но и тем, что там есть три источника. Совершенно разные источники, с разным составом воды. И люди едут туда, чтобы набрать этой воды, потому что от этой воды происходит очень много исцелений. Но я тоже еду туда для того, чтобы набрать этой чудесной воды. В монастыре меня встречал благочинный обители, игумен Антоний. Первым делом, прежде чем пойти на источники, он в обязательном порядке повел меня в храм, чтобы я помолилась у иконы Пресвятой Богородицы. Только после этого батюшка готов был рассказать мне о местной целебной воде. Должна сказать, что в этой пустыне достаточно строгий уклад, так что просто так из праздного любопытства сюда попасть вряд ли получится. Источники здесь очень высоко ценятся, причем не только верующими. Вот источник Пороскебы, Пятница, а тот источник Слезки Божьей Матери. А чем отличается, помогает. Вот этот у нас источник, он в основном зубные боли и голова, и сердце. А вот этот у нас источник, он от колдовской силы. Потому что вода-то очень сильная. Брали даже на анализ его в Саранске, там говорили, что когда ее воду окропляешь любую отрицательную, сразу меняется на положительную. Сразу же. То есть эта вода, когда капаешь даже одну каплю на бидон воды, то эта вода принимает свойства именно этой воды. Вот. Вот такая она сильная. Вода поэтому у нас кто приезжает, а они приезжают именно только за этой водой по-русски опять. Ну, конечно, можно, обязательно набирайте. Воду я, конечно, набрала, но и не перестала мучить батюшку вопросами. Мне было интересно, кто именно брал здешнюю воду на экспертизу. Оказалось, что это был ученый, точнее, ученая. Одна женщина из столицы Мордовии. Она сама врач, она работает в мединституте, и вот она в этом, как бы, использует в своем лечении именно эту воду. Она везет ее в свою больницу и дает пить всем своим больным, потому что, когда они пьют, они исцеляются быстрее. Батюшка, что ж мы так мало-то взяли? Надо было побольше-то взять, чтобы водички набрать. Я буду к вам приезжать. Приезжайте. Вот сколько сейчас страдающих от колдунов, людей, которые раскаиваются, что когда-то ходили к гадалкам, колдунам, и которые до сих пор не могут от этого избавиться. Девочки, вам сюда, вот прям сюда. Да, правильно, совершенно. Учитывая все, что мне рассказал батюшка про целебные силы этой воды от колдунов, вот крайне опрометчиво было бы сейчас не окунуться мне в святой источник от злых сил. людей, которые окунались в эти источники, потом снились сны, что дно этого источника украшено в небе. Люди, получая здесь исцеление, приезжают сюда даже со сломанным позвоночником и в самых-самых тяжелых случаях. Я такая счастлива, что я сейчас окременно саживаю в этих случаях. Господи, помню, мальчику пресветаю на следующее утро я со своей съемочной группой снова была в Саранске. Мы опять ночевали в доме паломника в Макаровской обители. Но, к сожалению, пришло время ее покинуть. Дальше мы отправляемся в монастыри, которые расположены на пути к дому. Впервые мне так жалко уезжать из города. Нас здесь очень здорово принимали добрейшие люди. Потрясающе красивый город, но нам все-таки пора уезжать. У нас еще два монастыря впереди. Находятся они достаточно далеко, поэтому давайте не будем терять времени. Поехали! На этот раз выдвигаемся на запад республики, в сторону святого арсенофиевского женского монастыря. Это очень аккуратная, невероятно уютная и красивейшая обитель, расположена в селе Покровские селища. Можно сказать, посреди мордовской лесостепи. Есть у этого монастыря особенность. Он очень молодой, но при этом чуть ли не самый популярный у приезжающих в Мордовию паломников. Знаете, вот о чем я тут подумала? Обычно люди, когда едут по святыням России, едут в старинные монастыри. Но оно понятно, да, там, мощи преподобных, там, чудотворные иконы древние, там, считается, что намолены сотнями лет места, как это обладающие, как люди считают, какой-то особой благодатью. И когда мы услышали про новый монастырь здесь, в Мордовии, которому всего 25 лет, мы удивились, что все, практически каждый человек нам говорил, обязательно поезжайте в Арсановский монастырь. И мне стало интересно, ну, что такого особенного? Монастырю всего-то 25 лет. И вот сейчас мы поедем как раз вот в этот молодой Арсановский монастырь, чтобы лично посмотреть, ну, что там такого, что так едут туда люди. На территории монастыря нас встречала насельница обителей Иннокенья Елизавета. Она рассказала, что Варсановский обитель, хоть и действительно очень молодая, все же стоит не на пустом месте. Оказывается, православная жизнь здесь, в Покровских селищах, зародилась еще в середине 18 века. Селищи крестились в 1743 году, а в 56 было уже два храмика. Вот один святитель Николая зимний был посвящен, а второй стоял чуть поближе, чем в сабот, по Кровопле Святой Погородице. В советское время храм был превращен в клуб, а в 91 году, когда появилась возможность возвращать храм для богослужений, жители села обратились к властям и вот стали восстанавливать. Помните, в 90-е годы действительно с миру по нитке восстанавливали храм. И вот в 92 году, 7 февраля, состоялась первая литургия в этом храме. И с тех пор каждый день на этом месте совершается божественная литургия. Я сразу скажу, что я там поняла. Там благодать. Вот та самая благодать, которая создается в сотворчестве Бога и человека. Обычно же как? Обычно люди едут искать благодать, а здесь люди сами ее создают. Конечно же, в первую очередь молитвенным подвигом. Там невероятной красоты храм. И приезжает огромное количество трудников. Я нигде не видела столько трудников. Конечно же, они приезжают помолиться. Но вместе с тем, совместно с насильницами монастыря, они и создают сами вот тот самый синтез радости и благодати, который там явно присутствует. Родницы, причем они приезжают уже, мы говорим, как сестры на удалении. Вот. Они приезжают уже не один год сюда. Ну, наверное, спрашивать-то нужно их, почему они приезжают. На свет летят. На свет летят. Свет, святыня, благодать Божия, любовь. То, что человек сердцем ощущает, что здесь Бог. Вы сюда почему приезжаете? Просто вот сразу можете ответить, вот почему? Здесь у нас второй дом. А вы откуда сюда? Нам здесь нравится. Вот у нас группа, большая группа из Мичуринска. Группа уже из 60 человек. Она ездит сюда. Сколько человек? 60. 60? Да. Вы за год сколько раз сюда съездили? Ну, сюда, наверное, 12. 12 раз за год? Ну, уж как это вообще относится. Наверное, может даже... Нет, 14, наверное. То, что мы в апреле и в марте были по два раза. С внуками, с детьми. У нас... Вот у меня летом приезжают каждые внуки еще по 10 человек. И они с удовольствием все едут. Вот представляете, мне внучка, ей 6 лет. Она мне тут сказала, бабушка, спасибо тебе, что ты меня сюда взяла. Вы представляете, что ребенок стотянет. А ты как сюда? Приезжаешь тоже помогать работать? А с кем? С мамой. С мамой? Да. Я смотрю, ты так трудишься, тут больше всех, больше взрослых. Да, тут каждый. Да? А часто приезжаешь? Ну, да, бывает на каникулах, когда. Чей сын, давайте знакомиться. Я говорю, мне бы такого зятя-то, а? А мы все в очереди стояли. Разбежалась, да, тут же очередь стоит. Вот благодать. Вот именно там, в Арсеновском министере, совершенно явно присутствует Божья благодать. И когда неверующие люди бывают спрашивают, а что это вообще за чувство такое? Что это за понятие такое? Благодать. Вот хочется им сказать, а вы поезжайте туда и сами поймите, что это такое. Вот, Антош, как ты думаешь, вообще можно человеку, не имеющему опыта благодати, объяснить, что это? Вот есть какие-то понятия? Ну, как это объяснить? Это невозможно объяснить, это можно только почувствовать. Ну, если простым языком, наверное, это счастье, умноженное на бесконечность. Но это пустые звуки. Как объяснить человеку, что такое вкус апельсинового сока? Или невесомость. Или невесомость. Что такое невесомость? Это можно только испытать. Мы, лично мы, знаем нескольких людей, которые испытали эту благодать, когда Господь касается сердца, оставили все, чтобы жить с Богом, чтобы жить с этим ощущением. Кстати, есть очень, с одной стороны, простой, с другой стороны, очень сложно выполнимый рецепт, заповедь того, как достичь этого, блаженный чистый сердцем, ибо они Бога узрят. В Евангелии там ответы на все вопросы, а понять, что такое благодать, невозможно, можно только это испытать. В моем путешествии по Мордовии остался последний монастырь. Обитель, которую многие верующие называют самой главной в республике. Речь идет о Рождество Богородичном Санаксарском монастыре. Он находится на достаточном удалении от крупных городов, но паломничество сюда не иссякает никогда. Расположена обитель неподалеку от города Темников. От Варсонухевского монастыря мы добирались туда около двух часов. Из Саранска ехать приблизительно столько же. Этому монастырю скоро исполнится уже 400 лет. Людей сюда влечет история двух святых, которая довольно сильно отличается от многих других историй. Одним из этих святых является легендарный российский флотоводец, адмирал, праведный воин Федор Ушаков. В самом начале выпуска я рассказывала, что в его честь назван Главный собор Республики Мордовия. Там хранится частица мощей святого, а сами мощи находятся здесь, в Санаксарском монастыре. Федор Ушаков прославился в миру тем, что не потерпел ни одного военного сражения. Но православным христианам он запомнился прежде всего своей праведной жизнью. Не за победы церковь прославляют, а за святой жизнью. Человек, который живет по заповедям, Божьим, по совести, он после своей славных побед оставил все чины, уехал, поселился здесь, в деревне Алексеевке, в двух километрах от монастыря. Но он же не был монахом. Нет, нет, у него не было семьи. Федор Ушаков, он не был монахом. Да, у него не было семьи, но вот он поселился, у него усадьба была здесь, в Алексеевке, он сюда ходил, в великий пост с братьев в кельях, он жил, помогал постоянно местным крестьянам, его очень здесь уважали. Вы знаете, святой праведный Федор Ушаков действительно очень отличался от других военачальников. Достоверно известно, что у него на корабле была небольшая часовня, в которой перед каждым боем он усердно молился и только после этого приступал к обороне. Его уважали даже враги, потому что к ним он относился всегда по-христиански. Нигде никогда не было такой вот милующей любви, у человека такой милосердия, что вот при нем, только вот он первый, при нем вот эта практика была, начали спасать врагов. То есть корабль был потоплен и начали вот, он приказывал своим подчиненным спасать врагов. То есть до этого не было такого нигде. Есть еще один исторический факт, который говорит о праведном Федоре Ушакове как о выдающейся личности. Он чуть ли не единственный царский военачальник, которого уважало советское коммунистическое руководство. В годы Великой Отечественной войны сам Сталин учредил орден Федора Ушакова. Кстати, благодаря этому факту в том числе был спасен от поругания и разрушения и Сан-Аксарский монастырь. В 43-м году сюда отправили известного антрополога Герасимова и вот было произведено освидетельствование останков. Там обнаружили золотой погон адмиральский. И вот с того времени официально бумаги монастырь стал охраняться как архитектурный памятник, благодаря тому, что вот адмирал был здесь похоронен по его завещанию. После военной службы выдающийся русский флотоводец пришел в мордовские земли не случайно. Оказывается, здесь монашествовал его родной дядя, которого сегодня православный мир знает как преподобного Федора Сан-Аксарского. Почитание мощей этого святого сегодня просто колоссальное. Это был тот человек, который для адмирала Ушакова стал настоящим ориентиром в духовную жизнь. Преподобный Федор был прозорливым старцем, обладал таким даром старчества, духовного руководства. Вокруг него множество людей собиралось по всей стране, потом множество его учеников, даже часть из них основали другие монастыри. То есть такие плоды его старчества были, вот они явные, физические. Уже после их смерти люди приезжают, вот, например, к нам, прикладываются к мощам, получают помощь, и телесную помощь, и духовное какое-то утешение. В конце моего пребывания в монастыре я, конечно, приложилась к мощам и побывала на службе. Удивительно там было, в обители. Чисто как-то и глубоко. Люди такие открытые, монахи искренние. В который раз, находясь в Мордовии, я ловила себя на мысли, что монастырь, в котором я нахожусь, буквально наполнен настоящим, живым духом православия. Что сказать? Мордовия, ты меня поразила, причем в самое сердце. Я уезжала домой невероятно умиротворенной. Я не думаю, а точно знаю, я скоро снова сюда вернусь. И надеюсь, что после моей истории многие люди со всей нашей страны теперь тоже захотят сюда приехать. Ну вот, вот вся моя история путешествия по Мордовию. Ну давайте, делитесь впечатлениями своими, что вам больше всего понравилось. Да, обидно, что я там не побывал, но несколько новых тем я для себя почерпнул из твоего рассказа. Особенно про Ушакова очень интересно. А мне понравилось, как вас там кормили. Кормили нас там действительно знатно. Ванечка, а тебе? Мне понравилось все. Ну, молодец. Счастье. Вообще, я уже сейчас могу сказать, что когда я узнала, что меня отправляют в Мордовию, я как-то так спокойно восприняла эту новость, потому что я представить себя не могла. Я даже не представляла масштаб того, чего я увижу. Таких святынь, таких необыкновенных мест, таких людей, вот все это в совокупности. Моя коронная фраза я еще не встречала. Отсюда вывод, что нужно как можно больше ездить и знакомиться с историей и святынями нашей страны. Ну, а на этом все. Это были святыни России с Макарскими. И мы едем дальше. Да. Макарскими 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 Продолжение следует...